Слава Украине, привет всем от Полонского. Сразу же апдейт по ситуации в Курской Народной Республике. Очень интересный момент о этом происходит. Я сегодня с утра уже рассказывал, но коснулся не всех аспектов. Итак, прежде всего, расшисты, сейчас вот, чтобы даже не быть голословным, они дали царскую компенсацию тем, кто в результате действий российско-фашистской армии потерял свое имущество, потерял, как говорится, все, что они всю жизнь нарабатывали, зарабатывали. Кстати, большой привет, вы сами это сделали, вы же отправляли. Помните, как вы стояли и махали платочком мальчикам, вашим мальчикам в трусиках, как вы говорили, которые уходили воевать в Украину в Сумы, помните? 24 февраля 2022 года. Да, вы тогда были в экстазе и в полном восторге от того, что ваши мальчики идут туда, убивать туда людей, оставлять их без имущества. И вот сейчас вы очень сильно удивились, а почему это вдруг к нам вернулось. Но оно же по-другому не бывает, вспомните судьбу фашистской Германии. Да, там тоже было так же приблизительно. Они сначала отправили всех во Францию и в Польшу, а потом дико удивлялись, почему их бомбят. Да, так вот, ваша, так сказать, власть дает вам царские, просто царские компенсации. Сначала, поскольку там был объявлен режим контртеррористической операции местного, как бы, характера, значит, вот этим вот беженцам, так сказать, отказались давать даже 10 тысяч этих самых фублей. Опять говорю, я фубли не очень понимаю, никогда их в руках не держал, но говорят, что 10 тысяч фублей это приблизительно 100 баксов. Это куча баб, это баблище. Я прекрасно понимаю, что нищие российское население и 100 баксов никогда не видело. Вот, но как-то мне кажется, что на 100 баксов восстановить имущество было невозможно. Поэтому скрепные не очень огорчились. И тут им сейчас выкатили, значит, новые размеры помощи уже на федеральной вот этой вот чрезвычайной ситуации. По федеральному, уже не по местному. Значит, смотрите, что им теперь дают. Денег просто море. Единовременная материальная помощь. 15 тысяч фублей. 150 баксов. Это просто, это мощно, это мощно. Я сразу понимаю, что тут все просто обзавидуются. При частичной утрате имущества первой необходимости 75 тысяч фублей. Это 750 баксов. Может, даже 800. Представляете, сколько? Это же, это же, это все, это богатство. Это можно скупить абсолютно все. Заходишь в магазин, закрываешь глаза и покупаешь все с полок. И у тебя еще останется денег после этого. Но это не точно. При полной утрате имущества, это когда уже ничего не осталось. 150 тысяч фублей, это полторы тысячи баксов. Ну, для скрепного россиянина я просто гигантские деньги. Он таких никогда не видел. Более того, я вам скажу, скрепный россиянин, он даже никогда не подозревал, что такие гигантские деньги существуют вообще в мире. Но думал, может, только там у Ротфеллера, у Рокфеллера или еще кого-нибудь, у Ротшильда какого-нибудь есть. И то не точно. Целых полторы тысячи баксов. Вы что смеетесь? Где такие деньги бывали? Да. А, еще. Выплата родственникам погибших составляет полтора миллиона рублей. Ну, вот поэтому вот этих погибших не будет. Это полтора миллиона, это где-то 15 тысяч баксов. Не, не дадут. Сразу говорю, будут давать одному из десяти. Будет как на фронте. Да, нету тела, нету дела. Увидите. И для тех, кто получил средний, средние, значит, вреды 600 тысяч фублей, это что получается? 6 тысяч баксов, да? И легкий вред здоровью 300 тысяч фублей. Ну, вот этим, может, дадут. Ну, и для этого надо, как говорится, 300 тысяч фублей получишь. Но будешь, во-первых, они тяжелых не будут принимать, потому что оторванная нога, это однозначно легкие. Вот. Вот как раз на лекарства первой необходимости хватит на месяц. Вот таким вот образом Путин облагодействовал, как говорится, своих граждан. Еще раз говорю, эти граждане сами во многом виноваты, потому что, если бы они в феврале 22-го года встали перед танками своими, да, вот как наши бросались, помните, под танки? Вот если бы эти люди тогда встали перед танками и сказали, не, не пустим, то сегодня вот эта компенсация им была бы не нужна, потому что никакой войны бы не было. Ничего бы не произошло, все остались бы живы, никому бы не раздомбили никакое имущество. Все, все было бы как раньше, да? Но и кому-то сильно захотелось повоевать в Украине. Я хочу спросить, ну как, повоевали? А, это же еще не конец, мы еще ничего не начинали. Да, второй момент по поводу вот этих самых беженцев из Курской народной. Я так понимаю, сейчас будут из Белгородской народной тоже. Есть особо одаренные персонали, которые побежали почему-то в Крым, в Керчь. В Керчи заметили беженцев из Курской народной. Я не знаю почему, может они, потому что они кукарекуют много, или куркоговорящие какие-то. Мне тяжело сказать, как они их определили, но говорят уже много. Уже много, они уже ищут там насесты, где рассесты и так далее, и так далее. Я хочу спросить одно, а куда и как они будут бежать, когда упадет Крымский мост? Вот я не понимаю, в принципе, из одной зоны боевых действий, приехать в другую зону боевых действий в Крым. Это надо быть особо талантливыми людьми, или с особенно отбитыми мозгами, что скорее всего. У меня нет нормального объяснения этому моменту. Ну и последний такой тоже очень, последний, но немаловажный момент. Вот вроде бы, знаете, Индия, она страна... Индия, да, я не за Россию сейчас. Она страна, ну, как сказать. Не, вроде и ничего, но не самая развитая, у нее полно своих проблем, огромное население, где-то огромная детская смерть из каких-то регионов, еще что-то, еще что-то. То есть страна, ну, которая, скажем так, не является примером для всех остальных в очень многих отраслях, просто в силу тысячи и одной объективных причин. Так вот, эта страна издала указ, посольство ее на России издало указ, чтобы граждане немедленно покинули территорию Брянской, Курской и Белгородских народных республик. С тем, чтобы, не дай бог, не попасть там под раздачу. Это, значит, получается, что там хуже, чем вот в этих вот трущобах Мумбая. И опаснее, кстати, да. Вот, дожились. Кстати, еще один результат вашего непротивления Путину и вот этого вот слезного махания платочком вашим мальчикам в трусиках в 2022 году. Собода Украина.